Добрый день, друзья! Добрый день, друзья! Я ознакомлен с текстами обоих петиций и предполагается, что в данном случае что происходит, что механизм петиции, есть люди, которые в какой-то степени настаивают на изменении текущего курса развития промышленности, есть люди, которые настаивают за поддержание курса развития промышленности. Ну и, соответственно, закон нас обязывает обе петиции принимать во внимание при рассмотрении того или иного вопроса. То есть сам механизм законодательный предусматривает то, что мы обязательно все петиции, которые набрали соответствующее количество голосов, будем рассматривать в установленном законодательстве порядком. Спасибо. Добрый день. В данном случае речь идет о расширении действующих мощностей заводов. Да, действительно, заводы были модернизированы, внедрены новые, более современные линейки продукции, соответствующие самым современным требованиям, в том числе европейским, по чистоте, качеству нефтепродуктов. Тем не менее, мы, исходя из возрастающего спроса на основные группы нефтепродуктов, это дизельное топливо, бензины, разработали программу по увеличению мощности действующих НПС. То есть, если мы говорим о Шымкенте, то это с 6 до 12 миллионов тонн, Павлодар где-то порядка на 1,5 миллиона тонн и на миллион тонн мы также планируем увеличить мощность от Ураусского нефтеперерабатывающего завода. А планируется ли увеличить производство алиокеросина? То есть именно вот этот пункт, он стоит как фактор, влияющий на цену на авиабилеты? Да, безусловно, планируется по всем продуктам, по которым у нас сейчас есть страновой дефицит, это их не так много видов продуктов. То есть мы говорим о бензине, мы говорим о дизельном топливе, мы говорим о битуме и об авиакеросине. То есть авиакеросин будет отдельное внимание уделено, то есть будет выпускаться топливо формата Jet Fuel, который соответствует международному качеству. Это связано с модернизацией, то есть основной задачей модернизации шымкентского нефтеперерабатывающего завода. Спасибо. Здравствуйте. У меня вопрос к Масадаму Майдановичу. 10 мая Вы говорили о том, что в министерстве проводится внутренняя проверка после постов Адильбекова. Скажите, она закончилась уже или нет? Ну вот она 5 июня должна закончиться по срокам, но предварительные результаты уже есть. То есть определены определенные направления, по которым требуется усиление работы в части исключения человеческого фактора. В связи с этим я издал соответствующий приказ о полной цифровизации данного процесса составления графика распределения нефти на внутренней и экспортной рынке. Соответствующий пресс-релес был министерства. То есть мы до конца года уже планируем полностью этот процесс цифровизировать, исключить человеческий фактор. Будет автоматическая рассылка, будут заложены, согласованы с участниками отрасли и отраслевыми экспертами алгоритмы распределения. При этом еще раз хочу подчеркнуть, главная задача министерства – это обеспечение внутреннего рынка нефтепродуктов. То есть приоритет всегда будет отдаваться загрузке внутренних нефтеперерабатывающих мощностей. Уточнение. То есть Вы нашли какие-то подтверждения текстом? Мы определили зону риска. Но подтвердились какие-то тезисы, которые были в публикациях? Давайте дождемся окончания проверки. То есть по окончании проверки мы готовы будем сделать соответствующее заявление. Правоохранители не заходили так же, как Вы говорили ранее? Нет, проверок со стороны правоохранительных органов не было. Мы работаем в рамках действующих процедур внутренних. Второй вопрос касается… Смотрите, недавно были новости о том, что в Мангистаевской области сменились ряд руководителей, чиновников. Макзумер Загалиев также был освобожден от должности. Мангистаевская область, как мы знаем, это нефтяной у нас регион. И налицо проблемы, возможно, которые руководство страны пытается решить с помощью каких-то перестановок. Вы можете, как министр, может быть, сказать свое мнение, утверждать, что то, что было написано в Дикой Орде, не является правдой? Может кто-то опровергнуть в министерстве, потому что с тех пор ни одного опровержения официального не было? Ни со стороны Вас, ни со стороны вице-министра. То есть коллеге нашему грозит до 8 лет лишения свободы. Это очень серьезный срок. И хотелось бы либо получить какое-то опровержение, либо какой-то внятный комментарий все-таки. Не совсем понимаю, как это связано с кадровыми изменениями в Мангистаевской области. То есть суть вопроса у меня не совсем понятна. Можете вот как сформулировать? О чем конкретно вы? Я говорю о том, что есть проблемы в нефтяной отрасли. И мы видим, что руководство страны пытается решить это с помощью каких-то перестановок кадровых. Наш коллега писал как раз-таки тоже о проблемах, связанных с нефтяной отраслью. Вот вы можете опровергнуть, вот в свете этих событий, опровергнуть его слова? Или сказать, нет, у нас нет проблем в нефтяной отрасли, потому что обвинения очень серьезные, а внятных комментариев не было по этому поводу. Опровержение. Я бы с вашего разрешения разделил бы эти два вопроса. То есть есть государственная политика по развитию нефтегазовой отрасли. Это комплексный подход, который подразумевает и индикативные, и прямые цели, инвестиционные проекты, разработка международной системы не только там добычи, но и переработки, транспортировки нефти, газа, включать покрытие внутреннего рынка, ценовая политика. И в рамках этой политики производится плановерная работа. Вторая часть вопроса, который вы задаете, относится уже к компетенции правоохранительных органов. Я на эту тему уже многократно комментировал, что в рамках уголовного дела есть какие-то ограничения по раскрытию информации. Я думаю, дождитесь официальных пресс-релизов, на все вопросы, на ваши, я думаю, будут получены ответы. Просто я не хочу, чтобы вы подменяли понятия. Жадра, следующий журналист. Нет, нашему коллеге грозит до 8 лет лишения свободы. Давайте мы не будем подменять понятия. Я не прошу вас комментировать уголовное дело. Я спрашиваю, почему не было опровержения ни одного. Ведь закон о госслужбе требует, что если есть какие-то сообщения о возможных рисках коррупции, госорган должен сделать опровержение, чиновник должен сделать опровержение. Ничего этого не было. Почему? Строго в соответствии с законом соблюдены все необходимые процедуры, начаты соответствующие проверки, которые имеют срок. Опровержение. Работа полностью согласовывается с внутренними службами аудита, внутреннего проверок, в том числе комплайенса. И есть вопросы, относящиеся к компетенции уже правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела. Еще раз я говорю, давайте их не будем путать между собой. Вы не готовы подвергнуть сейчас? Жадра, давайте дадим слово следующему журналисту. Айкен Муканова, спутник. Добрый день, у меня вопрос к главе Мимпрома. Скажите, пожалуйста, вообще как выглядит процедура принятия, рассмотрения петиции? Потому что мы знаем, да, уже одна петиция перешла, набрала порог необходимых голосов. Теперь, в каком течение времени будет рассмотрена эта петиция, и когда правительство огласит свое решение по данному вопросу? Спасибо за вопрос. Простите, как вас зовут? Айкен Муканова. Алья. Айкен Муканова. Айкен, спасибо большое. Айкен, очень хороший вопрос. Как вы знаете, законодательство достаточно свежее, да, но в целом следующим образом все будет выглядеть. Создается комиссия, она будет выезжать в регионы, проводить региональные консультации, возможно, даже посетить некоторые заводы производителей. После этого подводим итоги комиссии, после этого проводятся общественные слушания. Весь процесс занимает порядка 40 дней. То есть вот с 24 мая по 5 июля мы должны будем дать формальное мнение по итогам подписанной петиции. В случае, если у нас будут альтернативные петиции, они тоже будут приняты к рассмотрению, и точно так же будут рассматриваться государством. Спасибо. А есть вероятность, что требования петиции будут, что их просто отклонят? Акен, я не могу предсказать вам, да, какой будет исход и общественных слушаний и так далее, но мы постараемся этот процесс максимально сделать открытым и, конечно же, прислушаемся к мнению тех, кто петицию написал. Но опять же я хочу сказать, что существуют и альтернативные мнения. Вот петиция, например, в поддержку промышленности, про которую вот коллеги в первом вопросе спрашивали, да, она уже тоже набирает достаточно большое количество голосов. Поэтому здесь, конечно, государство будет рассматривать все точки зрения, которые есть, и в соответствии с установленным законом порядки примет, конечно же, решение. Спасибо. Спасибо. Еще один вопрос вам тоже. Скажите, пожалуйста, как получилось так, что легкая промышленность в Казахстане обделена вниманием ведомства? Потому что на прошлой неделе, нам известно, представители Союза обрабатывающей промышленности жаловались, что за 10 лет действия дорожной карты бизнеса всего 64 из 11 тысяч предприятий получили финпомощь от государства. Помимо этого, там много у них проблем, они тогда озвучили в Сенате в прошлый четверг. Вот. Как сложилась такая ситуация? Почему не разрабатывается концепт помощи малой обрабатывающей промышленности? Потому что, как известно, она и есть основа экономики. Айкен, вы, конечно же, очень постарались много вещей вместить в ваш вопрос. Давайте попробуем постепенно. Первое. Если мы говорим об обрабатывающей промышленности, то, как сегодня мы заявили, доля обрабатывающей промышленности в Казахстане, она уже сравнялась с долей горнорудной промышленности по своему вкладу в валовый внутренний продукт. То есть говорить о том, что мы не развиваемся, это будет, наверное, отрицание просто вот той информации, которая у нас сейчас есть и которая официально публикуется. Это первое. Второе. Что касательно легкой промышленности. Вот сегодня я в своем докладе упоминал, мы профинансировали, и существует отдельная специальная программа для развития легкой промышленности, и здесь государство выделяет финансирование по 3% годовых. Вот среди непосредственных получателей есть компании, в общем, Кенти, это Буабитик Стайл, есть другие компании, которые получили деньги на инвестиции в развитие своих основных средств, в инвестиции в развитие производства, и эти инвестиции они получают от государства поддержку в виде финансирования по 3% годовых. Вопрос в дальнейшем развитии этой индустрии, я считаю, что мы, конечно же, ее будем развивать, и я не хочу сказать вам, что у нас все идеально, давайте тоже признаем. Есть вопросы, допустим, тарифной политики, есть вопросы государственной поддержки, есть вопросы участия и доступа к государственным закупкам, но все эти вопросы мы решаем. Например, вот на данный момент, как я уже сказал, 4200 товарных единиц были исключены и получили приоритет при государственных закупках. То есть что мы сделаем? Если в государственных закупках участвует отечественный товаропроизводитель, то он автоматически получает приоритетное право при закупках. И это пока по 4200 единицам товаров, которые производятся в Казахстане. И на этом мы будем настаивать. Политика правительства сейчас, она очень простая. Мы хотим поддерживать отечественного товаропроизводителя. И эта работа будет вестись. И я думаю, что мы уже сейчас видим первые результаты этого. Мебельная промышленность. У нас почему-то считают, что мы не производим мебель. На самом деле мы ее производим. И достаточно много. И вот и проекты по комфортной школе, и проекты по модернизации других вещей. Когда используется мебель, мы стараемся, конечно, закупать казахстанскую. Рост мебельной промышленности на 29%. Я докладывал в своем докладе сегодня. Все, спасибо. Да, спасибо. Ахмед Айнурковский, Нататал Киза. Добрый день. У меня первый вопрос. У меня два вопроса господина Шелопаева. Первый вопрос касательно опять петиции, но не совсем. Там основную, скажем так, почему казахстанцы против утилильсбора. И говорят про то, что это позволяет развивать казахстанскую промышленность, автопром в том числе. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, что именно неузловой сборки производится в Казахстане? То есть понятно, что там двигатели привозят. Что конкретно производится в Казахстане? Мы не говорим сейчас про сборку, мы говорим конкретно про производство. Можете ли сказать? Айнур, спасибо. Спасибо за вопрос. Действительно, некоторые индустрии машиностроения находятся на ранних стадиях развития. Я начну свой ответ издалека, Айнур. Давайте сейчас мы пройдем просто по фактам. Вот эту первую мысль о защите собственного производства сформулировал Александр Гамильтон в 1870 году. Первый министр финансов Соединенных Штатов. Потом за ним это повторил Фридрих Лист, один из ведущих немецких экономистов. Я понимаю, что не все, может быть, читали Дэнни Родрика. Это гарвардский профессор, который говорит о практически проклятии преждевременной деиндустриализации. И, конечно же, у нас существуют индустрии, которые мы хотим развивать. Вот огромное количество литературы, огромное количество экономических исследований были посвящены тому, как развиваются так называемые зараздающиеся индустрии. Теперь, что мы производим? Сейчас мы производим уже сидения для автомобилей. Мы производим диски для автомобилей, мы производим шины, на которых ездят автомобили. Мы производим пластики, которые используются в автомобилях. И вот сейчас у нас реализуется проект по сборке и локализации мультимедийных систем. Дальше мы перейдем, конечно, к отливке, в первую очередь, крупных пластиковых изделий. Это бампера и так далее. Потому что логистически их очень невыгодно возить. Они очень мало весят и занимают очень много места. Поэтому у меня есть, допустим, большие теоретические ответы, а есть прикладные ответы к вопросу о развитии промышленности. Вот большие ответы, на которых вы можете сами загуглить те имена, которые я сказал, и посмотреть, что такое поддержка зарождающихся индустрий. А есть, например, просто простой тезис. Если мы не будем развивать промышленность, у нас на всех коробок с ящиками, с надписью «Глова» или «Яндекс.Еда» не хватит. И моя принципиальная позиция, что мы должны развивать промышленность. Мы должны реально вкладывать деньги в развитие промышленности, и государство будет поддерживать эту мысль. Иначе мы останемся страной, которая будет на обочине дальнейшего экономического развития. Я этого не хочу. Спасибо. Ханат Бесибаевич, я правильно поняла по вашему ответу, что самое главное – фаэтон, двигатель и вся ходовая система в так называемых казахстанских автомобилях – все привозное? Не совсем правильно вы меня поняли. Это зависит от марки автомобилей. Например, я бы не стал воспринимать это все так линейно, как вы говорите. Если мы, например, сейчас производим отливку для грузовых автомобилей задних мостов и отливку коробок блока цилиндров, конечно же, это нелинейно может быть не связано с какой-то конкретной маркой машины, именно легковой, но для грузовых автомобилей у нас это производство есть. И поэтому говорить о том, что в Казахстане нет производства, потому что я понимаю, что тезис вашего вопроса – просто показать, что у нас якобы ничего не производится. Я, во-первых, с этим мнением глубоко не согласен. Во-вторых, я считаю, что те люди, которые работают на промышленных предприятиях, тоже имеют право на существование. Спасибо. Ханат Бесибаевич, вы трактуете вопрос так, как вы трактуете. Я просто пытаюсь понять, чтобы вы ответили на этот вопрос. Давайте, вот самое распространенное сейчас, наверное, Hyundai, да? Коллеги, Hyundai же, да, у нас казахстанского производства. Вот человек, который купил автомобиль Hyundai казахстанского производства, он едет в салоне. И вот что он может сказать, что 100% казахстанского производства в этой машине? Машина произведена полностью в Казахстане. Вот я не знаю, приходилось ли вам просто бывать, Айнур. Мне кажется, что вы были на этом производстве. Вы же были на этом производстве, Айнур, да? Поэтому, мне кажется, сама постановка вопроса, когда мы полностью собираем автомобиль из деталей, да? То есть это включает в себя окраску, сварку кузова, гальванизацию и катафорезную установку, в которой, чтобы кузов не ржавел, мы это делаем. То есть вы все это своими глазами видели, и все равно при этом вы продолжаете настаивать, что этого производства не существует. Нет, я вас спрашиваю. Подождите, Айнур. Все-таки самое главное, фаэтон, ходовая часть. А что такое фаэтон? Ну, имеется в виду, я говорю, может быть, да, я человек советского времени, кузов, кузов автомобиля. Кузов собирается полностью и сваривается в Казахстане. Вы же это знаете прекрасно. И я уверен, что вы были на этом производстве, и вы наверняка были на других производствах. Полностью кузов сваривается в стране. Дальше, чтобы продлить эту аргументацию, есть детали, которые реально возить невыгодно. И вот мы их, конечно же, будем собирать сейчас в Казахстане. Вот я упомянул, сиденья, уже идет пусконаладочное производство сидений. 100 тысяч единиц. Отливка и покраска пластиковых деталей тоже будет происходить в Казахстане. И все это будет делаться. Шины, диски мы уже производим. Просто сама постановка вопроса о том, что мы не должны делать шагов в этом направлении, чтобы углублять локализацию, чтобы дальше производить, я считаю это, может быть, каким-то даже пораженческими настроениями. То есть мы верим, что корейские инженеры могут существовать, а казахстанские не могут. Я считаю это неправильно. Я считаю, что казахстанские инженеры имеют право на существование. Спасибо. Рахмет, коллеги, давайте продолжим. Это ваши мысли, ваше заключение. Я просто вам вопрос задавала. Второй вопрос касается кульсары. Мы знаем, что бастующие ушли с площади. В итоге на какой цифре остановились, на что договорились? Давайте начнем с простого. То, что у нас для всех предусмотрены механизмы восстановления жилья. Первое, если дом пострадал, но его можно отремонтировать, то есть нет масштабных структурных повреждений, то государство берет на себя обязательство либо выплатить средства на ремонт, либо нанять строительную компанию, чтобы отремонтировать, исходя из требований гражданина, жилью которого был нанесен ущерб. Дальше. Если жилье не подлежит восстановлению, мы строим новое. И в данном случае вопрос, допустим, восстановления жилья, я считаю, что мы сейчас уже порядка по всему Казахстану. Я не хочу брать отдельные кульсары, потому что это не проблема только кульсары. Это проблема Петропавловска, это проблема Ахтубея, это проблема Уральска, да, и это проблема Кустаная. И вот в каждом из этих регионов сейчас коллективно по Казахстану мы начали строительство порядка 2000 единиц домов, да. И вот в те сроки, которые мы должны закончить строительство, я уверен, что мы закончим, и я бы не стал акцентировать ситуацию только на одном регионе или на одном поселке, потому что у нас таких пострадавших домов, да, более 17 тысяч. И я считаю, что государство должно оказывать равные меры поддержки всем пострадавшим гражданам. И здесь у нас в данном случае, вот у нас есть, мы либо восстановим жилье с помощью ремонта и дадим на это деньги, либо мы построим новое жилье, либо мы его приобретем. И все эти механизмы сейчас уже в работе, и сами вы знаете, и видите, что и квартиры приобретаются, и дома строятся. Если кому-то интересно, можете на ЕГА в Кезет зайти и посмотреть, как дома строятся, например, в Петропавловске. Просто онлайн вот сейчас, да. Остальные регионы мы подключим к камерам тоже в ближайшее время, и вы можете сами наблюдать за ходом стройки. Вот сейчас у нас подключены Петропавловск, аул в районе Арковыка Кустанайской области и другие регионы. Это можно в режиме лайф посмотреть. Спасибо. Я вам задала конкретный вопрос, Канад Бесимбаевич. По кульсарам, на чем договорились? Если люди ушли с площади, значит, на чем-то договорились. На какой сумме конкретно договорились? Что в итоге остается? Как? Какие условия? Я вам только что рассказал, какие действуют механизмы для восстановления жилья. Других альтернатив по восстановлению жилья у меня сейчас для вас, Айнур, нет. И я вам еще раз говорю, что меры поддержки направлены в первую очередь на максимально быстро обеспечить людей жильем. И эта работа государством ведется. Спасибо большое. Хорошо, я перефразирую вопрос. Рахмет. Айнур, давайте передадим... Госпожа модератор, у нас всего час времени... Ответа на вопрос не было. Коллеги, всем на этот вопрос интересен? Да. Всем интересен этот вопрос. Хорошо, давайте вот минимальная сумма компенсации и максимальная. И на какой из этих сумм остановились в кульсарах? Айнур, я вам еще раз говорю, вы можете этот вопрос задать и в том числе, может быть, и Акимату от Раусской области. Но я еще раз вам повторюсь, что меры поддержки, которые озвучены сейчас, они позволяют нам максимально быстро закрыть потребность в жилье. И в этом и основная роль государства, чтобы максимально обеспечить пострадавших адекватным жильем. И я еще раз говорю, что вы можете ход строительства посмотреть самостоятельно. Потому что говорить о том, что, например, у всех условия абсолютно разные. Есть люди, которым мы приобретаем жилье на рынке. Это примеры Кустанайской области или Актобе. Есть примеры, когда мы строим жилье. Например, Актобе, порядка 600 домов мы будем строить в Актобинской области. И примеры Северного Казахстана. Петропавловский, мы сейчас уже ведется строительство 500 домов. Поэтому еще раз говорю, что меры поддержки у нас есть, они предоставляются. И вот, если честно, считаю, может быть, не совсем правильным даже по этому вопросу спекулировать. Потому что мы деньги на ремонт выделяем конкретно согласно сметным документациям. И люди участвуют в этом процессе. Понятно, что не все всегда будет идеально. Но и тоже пострадавших у нас не 5 человек. И даже не 100. Но в целом государство свою задачу по обеспечению жильем будет выполнять. Минимальная и максимальная сумма компенсации в МРП. То есть вот то, на что могут претендовать люди. Давайте так. Вы задаете вопрос. У вас информация, которая публично доступна, неоднократно публиковалась. Еще раз я вам повторяюсь. Давайте начнем с того, что в случае, если всем пострадавшим выплатили 100 МРП, далее следует оценка пострадавшего имущества. В данном случае пострадавшим выплачивается до 150 МРП. В случае, если жилье пострадало и оно нуждается в ремонте, происходит оценочно-сметная оценка. Это делает оценочная компания. На основе этой оценки, по так называемому оценке дефектов, производятся ремонтные работы или сумма ремонта выплачивается пострадавшим людям. В случае, если их жилье признано непригодным и аварийным, то тогда государство берет на себя обязательство либо приобрести это жилье, либо построить новое. Вот вся механика решений, которая у нас существует сейчас. Спасибо, Айнур. Потолка суммы нет? Нет. Серик Жолдоспай. Нету потолка. Следующий. У меня второй вопрос. Айнур, вы задали достаточно вопросов. Я благодарю. Давайте дадим возможность другим журналистам тоже. У меня вопрос. Не превращайте, пожалуйста, в личную пресс-конферанцию. Господа Сарсимбаева, я задавала вопрос, и просто министр не отвечал на него. Если бы он сразу ответил, никакого бы вопроса не было. У меня второй вопрос. Повторите, пожалуйста, вопрос, Айнур, если вы хотите. Да, я вам повторяю вопрос по кульсарам конкретно. На какой сумме остановились? Хорошо. Вот давайте исходить из следующего. Если жилье признано непригодным для жилья, мы его восстановим. Но в данном случае основным критерием для принятия всех решений любыми государственными органами или когда частные деньги используются, мы, когда приобретаем жилье для пострадавших, основным ориентиром, конечно, является рыночная цена этого региона. Я считаю, что это достаточно разумный подход. Поэтому пытаться вытягивать из меня конкретные цифры, это неправильно, в первую очередь почему? Потому что пострадавших регионов много, а населенных пунктов пострадавших тоже много. В каждом из них существуют различные рыночные цены на жилье. И поэтому государство и бизнесмены, которые проявили свою социальную ответственность, конечно же, должны исходить из того, чтобы при либо строительстве, либо при покупке жилья все-таки ориентироваться на рыночную цену того или иного региона. Поэтому спасибо вам, Айнур, за вашу настойчивость. Я надеюсь, на этом мы этот вопрос закрыли. Спасибо. Спасибо. Как тут не процитировать господина Бекшина, наконец-то. Господин Саткалеев, вопрос к вам. В этом году предусмотрены ли ремонтные работы на Экибастузской ТЭЦ? Мы знаем, что в прошлом году это было, скажем так, аварийное, быстрое, то, что нужно было срочно сделать. Что в этом году будет делаться? И насколько мне известно, как человеку, который выходит из Павлодарской области, что в Экибастузе в этом году все равно были проблемы с отоплением. Не такие, конечно, страшные, но были. Что в этом году делается? Безусловно, соответствующие ремонтные работы предусмотрены. Более того, предполагается выделение средств из резерва правительства, дополнительно где-то более 3 миллиардов тенге. Речь идет о том, что в прошлом году в рамках ликвидации аварии была огромная работа произведена. С частью обеспечения внесения станции в плановых тепловых нагрузок. Были отремонтированы все котлоагрегаты, подводящая инфраструктура. В этом году есть проблемы, связанные с заменой экранов котлов. Будет серьезное внимание уделено в том числе развитию тепломагистралей. И более того, у станции есть программа развития, связанная с возможной установкой уже генерирующих мощностей, связанной с установкой турбины. То есть данная инвестиционная программа находится на рассмотрении Министерства энергетики. Мы готовы ее поддержать. То есть объемы ремонтных работ в полном объеме будут произведены. А когда генерирующие мощности планируется? Сейчас это только планы, которые представлены в Министерстве. Мы рассматриваем их и считаем, что это имеет огромный потенциал для развития в целом и города, и возможности стабилизации энергетических нагрузок. Спасибо. Рахмет. Коллеги, меньше часа у нас осталось в очереди 16 журналистов. Кто успеет, тот... Наконец-то Серик Жалдаспай. Президент Бесенбай Олына, сырақ. Жалпы, қоғамда резонанс тудырған мәселеге президент ең аяғында басқаша шешім шығарады. Мысалы, кемет, киыға туға байланысты шешім шығарған кезде, президент жоғырда, мысалы, киыға туға тиым салды. Сол секілді, утил зборға байланысты кәзір, қоғамда үлкен, аразыл үлкен. Ертен жолдауда немесе жақында президент утил алымында алыптастау керек десе, сіз оған қаршы шығасы ба президентке? Секе өте жақсырақ, әрине президентке мен төзің қарсы шығыпаймын. Бірақ ең аудымен, қазірі танды сіз айтып жатырсыз, қауықтың наразыл үлкен дейсіз, оны жақсы түсінеміз. Бірақ басқа қоғамның үкілдерінің пікіріні тұндамаймыз ба? Қазірі танды өнеркәсіп қорғау, өнеркәсіп сақтау үшін петиция, оны мұннан астам адам қолап жатыр. Олардың пікірінімен не істейміз? Оны ескертуге алмаймыз ба? Сонымен қазірі танды егерде бірі петиция зан бойынша қарастырамыз. Бірінші петиция. Егінші петиция елі мұн дауыс қажетсе, оны да қаруа қажет болады. Сонымен ең алдымен, менің ойымша, петиция механизмі арқылы, да, нақты демократияның бергілері көсеті жатыр қазір. Егер бірі құғамның өкілдері айтат, біз афты қыламды қолдаймыз, біз өнер кәсепке қарсы жатырмыз, басқаларды айтат, жоқ, біз афты қыламды қолдан баймыз, өнер кәсепін дамуына қолдау көрсеті қажет айтып жатыр қауық. Сонымен егерде, екі өте тен болса, одаң кейін не істейміз? Яғни президент өте лауында алып тастаса, сіз келсесіз. Жоқ, мен сізге айтым, еш кім, ну менің ойымша, егер осындай шешім шықса, да, еш кім қарсы шықпайды. Бірақ, әр адамның пікірінің ескерту қажет. Қазірсіз айтып жатырсыз, бүрі адам осында әтат басқаларды, мен қазір өт көрдім, басқа петиция дауыстарды жинап жатыр. Сонымен менің ойымша, нақты демократин принципіміз сақтауымыз қажет. Қоғамда жалпы осы сіздің мәлімдемеңізден кейін, видеолардыға астында пікірілерді оқсаңыз, бірдей бір адам сіздің сұнысыңызды қолдамайды, сізге қарсы пікір білдірет, тіпті атыстапқаға кетсін деген әңімелер джей айтылады. Атыстапқаға кетуге дайынсыз бұл, осы мәселені шеш алмасаңыз? Секе, мұна осы мәселені шеш үршін зан бойынша жұмыс жасауымыз қажет. Сіз қазір айтасыз, мені мысауы атыстапқаға кетуге дауыстары барды, айтатын осындай, мен бірнеше мұна тиктокта коментариды, одан кейін видеоларды көрдім, мені қорқып жатқан адамдарды бар, соң ұзыңыз білесіздер. Сон, мен тек бір айтайын, әр жұмысты, әр қоғамның процесті тек зан арқылы жүргізіл қажет. Сонымен қазір айтанда, сіз өзіңіз білесіздер, петиция бойынша, елі мұн дауыз жинауды осы петицияны зан бойынша қарыстырамыз. И әр мәселені мені бойынша осындай талқыламыз қажет. Бізде депутаттар бар, бізде парламент бар, бізде петиция механизм бар. Соны осындай зан арқылы механизм әр нәр сені шешу қажет. Рақмет, екен сұрақ сатқа лейп мұрзаға. Джуырда ақпарат шықты, атырау мұнай өңдеу зауытын Лукойл компаниясы сатып алуға қызығы бұтыр деген. Ресейлік компанияның атырау мұнай өңдеу зауытын сатып алуға қызығы ұшылық таңтып отырған распа, өтіріп ба, осы ақпаратты өзіңіз растап немесе терске шығарсаңыз? Сорқтар аңызғы рахмет, в министерстве такой нет информации. То есть никто к нам с соответствующими заявками не обращался. Ни Казмонайгаз, ни компания Лукойл. Парасат, кәскбелер үйімі, кеңіз қарашығана кейін орындарын Ресейге беру көрек, сату көрек деген сұныс жасады. Оның үшінде бірнеше депутаттарымыз бар екен, осы сұныс қаншалықты орында сіздің ойымышша? У нас тоже такой информации нет. Давайте я уточню, я вам дополнительно сообщу. У нас, как бы, мы работаем в рамках закона соответствующих заявок субъекты франка. По очереди, пожалуйста. Серег Рахмет. Нұрбальтабаева, Азаттық радиосынан. Қанатпесен байлы біз үшін маңызы сақпарат. Мен сұрақты қазақ тіліне қойым. Сізге әңғайлы болса, орыс тіліне жауап берсеңіз. Яғни, қоғыңыз бар орысша сөйлеге. Мен сұрағымда сұл петитса туралы, қазір білесіз, жаңа өзіңіз айтқандай, өтелі алымды алып тастасын деген петитсаға қарсы петитса басталды. Өтелі алым қалсын деген, ең алдымен, мұна басқа петиция ол, өтелі алымды қарсы шыққан жоқ. Ол, мені ойымшаң... Қазім туралы. Жоқ, мен оны оқыдың, екі петициян оқыдың. Сонымен, екі петиция арасында бір ол өтелі алымды алып тастауы қажет дейді, екіншісі, Қазақстанның өзінің өнеркәсебі дамуына бағыттауған петиция. Сон, это второй петицией. Ишканда министерлигінің катысы жоқ. Ейналдымен, мен осындай демокративы принципы устайтын механизм петицией сияқты, мен осы механизм гестинемін. Сонымен, егерде утилалынды қарсы шыққан петиция 50.000 даусы джиналды, оны заң бойынша қарастырамыз. Бірақ егерде басқа петиция осындай 50.000 даусы джинайды. Оғанды қарастыру қажет. Министр Мұрсав, Азатқтың қолына осы петицияны қолдауға шақырған өнеркасып орындарының жұмышыларының аудио хабарламалары, жазған хабарламаларының скриндер өтісті. Ол жерде өндірс орындарының башылықтары өзерінің жұмышыларына осы петицияны қолдауға шақырады. Бұл өнеркасып орындарының бәрі министрлікке қарайды қол, сіздің хабарыңыз бар ма? Яғни, қатсыңыз бар ма? деген сұрақ ұстан шығады. Жоқ. Ешқандай, біздің министрлігінің ешқандай қатсын жоқ. О, бірінші. Екіншіден, о, менді осы петиция мысауа, да, өнеркасып даму үшін мен өзімді қолдаймын. Да, бірақ адамның дауыз беру о, өзінің еркіндігімен болу керек. Яғни, министрлік тапсырма берген жоқ. Ешқандай тапсырма бермедік. Жақсы, егерде осы петиция елі мүмінді насса, заңға сәйкесі үкімет қарау керек, бұл өтелізбордың алыну-алын болуына қатысы бола ма? Жоқ. Мұнау, екінші петиция тұрауы ешқандай өтелі алынды қарсы оқ, осы жерде мен көрмедім. Бірақ, бірақ, осы петиция ең алдымен өнеркәсіп даму үшін осындай мақсаты қойып жатыр. И мемлекет тарапынан, үкімет тарамынтар, қолдауы сұрап жатыр Қазақстан өзінің өнеркәсіпіне. Сонымен, егерде қарыстарған кетізде осындай механизм бағына айтатын комиссия джинаймыз одан кейін, қоғамдық слушын ебілады. Соны толықтай, егерде екінші петиция елі өміндауыз қажетсе, оныды қараймыз зан бойынша осындай бағына айтатын механизм арқауы қараймыз. Жоқ, нақыты сұрақ, егерде жаң өнеркәсіпті қолдау туралы петицияны қолдағандар елі мұңдан асса, бұны өтелізборға қатсты шешім қабылдауынан нақты қатсып ола ма? Логикалық тұрғыда, мысалы, сіз өткенде айттыңыз сенат отырысынан кейінгі сұхбаттыңызда, өтелізборда алыптысақ, Қазақстанның өнеркәсіпті қарсын барлығы, өнеркәсіпті қолдауға жұмсалады деп. Солмен қатсыс бар ма? Ең ады мен, мысалы, өтелі ағымдың ең басты мақсаты біріншіден, ескі кулектің Қазақстана келуі тұқтату. О, бірінші мәселе. Екінші мәселе, осы, өтелі ағымды, әрине, Продолжение следует... 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 формирование данной комиссии. Тем не менее, создание этой комиссии не повлияло на ход реализации данного проекта. Факт задержки мы подтверждаем, связанный с загрузкой сотрудников и, может быть, какими-то пробелами, связанный с исполнительской дисциплиной. Но еще раз хочу сказать, данный проект мы полностью поддерживаем. На сроки реализации данного проекта данное решение не повлияло. Мы напрямую работаем с оператором проекта, всю необходимую поддержку им оказываем. Хорошо. Второй вопрос. У меня ранее Казахстан потребовал у иностранных инвесторов Кашагана 150 миллиардов долларов. Что сейчас известно об этом деле? Вернут ли нам деньги? Это является чисто коммерческим спором. Речь идет о правах республики в части реализации соглашения о разделе продукции. Вся информация является конфиденциальной. производится официальной процедуры согласования, утверждения, решения судов. Данный спор никаким образом не влияет на инвестиционные позиции участников проекта. Идет согласование в рамках процедур, которые ограничены соответствующими соглашениями о конфиденциальности. Поэтому я не могу комментировать. По данному вопросу вся информация в рамках установленных процедур будет предоставляться официальными пресс-релизами. Хорошо, спасибо. Захмет. Мадина Жаткамбаева. Спасибо. Мадина Жаткамбаев. Спасибо. Мадина Жаткамбаев. Реализация данного проекта. Поэтому по итогам завершения данной работы, думаю, правительство примет соответствующее решение. Референдум. У меня пока нет такой информации. Ну вот уже в нескольких регионах мы попровели слушание. Мы отмечаем достаточно большой интерес со стороны населения и поддержку реализации данного проекта. Есть часть активистов, которые представили свои аргументы в части возможных рисков реализации данного проекта. На все эти вопросы даны исчерпывающие ответы, в том числе с привлечением научной общественности и практиков. Это решит тендер. То есть будет соответствующая. Сейчас идет процедура предквалификации, как вы знаете. Вендор будет определен решением правительства по итогам рассмотрения детального всех заявок. Тендер, как вы хотите? Как вы хотите? Я говорю, не хотел бы повторяться. Я уже много раз на эту тему комментировал. Я сейчас... Ну, как хорошо. Сейчас... Ну, просто это общеизвестные факты. У нас предварительную предквалификацию прошли Корея, Россия, Китай, Франция. И данный список, он не является исчерпывающим. То есть дополнительно мы рассматриваем другие дополнительные возможности, в частности, возможности строительства малых модульных реакторов. Там несколько возможных стран-участников. В том числе Соединенные Штаты Америки, совместные проекты с японскими производителями, российские технологии также. Если говорить о работе правительства до подведения итогов референдума, я уже говорил, данная работа заморожена, идут текущие консультации без обсуждения принимаемых решений. Так, ну вот, где-то по итогам месяца последнего больше, ну, где-то порядка 80 миллионов киловатт-часов это плановые поставки и примерно такой же объем это внеплановые поставки, это отклонение от заданного графика системными потребителями энергосистемы Республики Казахстан. А он тоже с деньгиден, ресейден, без сатывалган электроэнергия нынкиловато ганши? Ну, в целом это зависит от графика работы наших электрических станций, от режимов, от температуры. Очень много зависит там, чем холоднее, понятно, погода, тем больше мы потребляем. Это зависит от водности на казахстанских реках, то есть будет приточность, не будет, какая будет выработка на гидроэлектростанциях. То есть речь идет о достаточно больших объемах, то есть там порядка 2 миллиардов киловатт-часов в целом плановых. Так фактически сколько получится, мы пока не можем сказать. Я уже многократно отвечал на этот вопрос, коллеги. Рахмет, Рухани Баужанова, 24 кейз. Шарла Пайф Мұрзаға. Күрлыс, өндірісі жайында айтыңызшы, көлемі қазір өңірлердегі су тасқынан кейінгі қалпына келіктіру жұмыстар есебінен өндіріс көлемін артырамыз. Дедіңіздер, қазір өңірлерде қанша көлемде, қанша қүрлыс жүргізіліп жатыр, қандай материалдар, қайдан жеткізіліп жатыр, көрші елдермен келісімдер бар ма? Материалдар жөнде. Сыраңызға рахмет. Ең ауды мен қазір өттанда 2340 үйлері қайтып тұрғызу жоспаруанған. Олардың ішінде 1875 құрғыз жұмыстар бастауды. Ең ауды мен, менің ақпаратын бойынша қазір өттанда құрғыз материалардың тек Қазақстан ұзынның отан өнімге басымдық бере жатырмыз. Мысалы, жүкей өлердің материалдарды ұзын білесіздей ғаза блок, ұзынның Қазақстанның цемент, ұзынның аблицовичның керпич, немесе басқа аблицовичның материалдар. Сонымен қазір өттанда профлист, ағаш, керпич, және ғаза блок ол бүкіл Қазақстанның тек. Күшкене ана үшкі әдел қысы жасау үшін әрине кейбірілі материалдарды шетелден айкелуге мәжбұр боламыз. Себебі Қазақстанда осындай ұндірістер қазір өттанда жоқ, бірақ біз осындай жұмыстары дайындап жатырмыз. Масал мен байандан бүгін бүна бүкіл плиткісін, Қазақстанның керамикалық плиткісін бүкіл Қазақстанның сұранысы келісті жауамыз. Қазақстанда бізде Ақтубеде да Шымкентеде екі керамикалық плиткілінің заводтары құрыл жүргізіде біріуі осы жылда тай афтам сүйъң, үгін үмін жармаби сында. Рахмет. Ольга Воронько, Ротель. Наверное, основные вещи. Большая часть этих деталей делается из пластика. То есть вот этот пластик закупается у нас на заводе KPI. И вся корпусная часть этой техники производится у нас за счет казахстанских ресурсов. Это первое. Вот если у вас получится, может быть мы даже организуем, нужно будет вам сесть, просто посмотреть. Там стоят большие формованные печи, в которых отливаются пластиковые детали для той или иной бытовой техники. Если, например, даже возьмем бойлер для нагрева воды, сам нагревающийся элемент мы привозим, но весь металл вокруг этого нагревающего элемента мы используем с кармета, это казахстанский металл. Потому что кармет производит достаточно много плоского проката, это по сути жесть, которая затем красится и используется для, например, белой техники, таких как стиральные машины или для тех же самых бойлеров, которые я писал. Я хотел бы всех, конечно, попытаться предостеречь от скептицизма. Но вот где-то лет 50 назад Южная Корея находилась, наверное, может быть, примерно в такой же ситуации. Они тоже все это собирали, может быть, не всегда из своих деталей. Но у нас, на самом деле, очень большая основа есть, у нас все крупные металлургические производства есть. То есть нам по этому пути идти гораздо легче. И поэтому я не совсем разделяю скептицизм. Почему? Потому что, я пример приведу сейчас, холодильники, знаете, коммерческие, которые, когда в магазин заходите, у них там стоят напитки разные, да, вы открываете. И вот эти у нас, они привозные были. Сейчас мы вот в Туркестанской области будем вводить эксплуатацию в этом году производства. Причем, как бы, роль государства там достаточно ограниченная. Просто инвестор пришел, ему создали условия, и он сам работает. И он таких холодильников будет производить 3000 штук в месяц. Вот. И поэтому, но при этом, как бы, металл, стекло, они будут использовать казахстанское, потому что для того, чтобы холодильник закрывался, как вы знаете, там используется стеклопакет. Вот стеклопакет они здесь тоже будут производить. Металл будет казахстанский. Не все элементы электродвигателей, понятно, они будут привозные, но и это нормальная промышленная кооперация. Здесь ничего постыдного в этом нет. Потому что это абсолютно коммерческий проект, в нем нет государственных денег. Это люди просто самостоятельно решили, что они будут локализовывать производство в Казахстане, именно в Туркестанской области. Спасибо. Я кратенько. Вот вы не воспринимаете наши вопросы, всех присутствующих, как скептицизм, а воспринимаете, как вот чем больше информации, тем больше доверия, в том числе, к правительству. Справедливый комментарий, да. Вот. И второй вопрос. У нас тут на днях очередной китайский инвестор отказался участвовать в строительстве содового завода в Павлодарской области, который, во-первых, экологически неблагополучный. Во-вторых, как счетная палата установила совершенно стране, не нужен, потому что, значит, в Казаларде и в Жамбулье уже строятся или достраиваются, или уже построены другие вот судовые заводы, которые покрывают всю потребность Казахстана. Вот. Тем не менее, значит, за счет республиканского бюджета все коммуникации к этому заводу проложены, у которого еще нету даже проекта. Вот. Хотелось бы спросить, слышали ли вы про этот завод? И вообще, есть ли, ну вот можете ли вы нас назвать еще вот такие вот сомнительные проекты по стране, которые вот, ну, к сожалению, вот имеются? А содовый завод этот хочет построить сын Даниала Кенджитаяча Ахметова, поэтому вот... Я конкретную ситуацию по заводу в Павлодаре комментировать не могу, просто не знаю деталей. Ну вот еще такие вот есть у нас? Готов поднять. Нет. Смотрите, здесь на самом деле нужно смотреть с двух сторон на это все. Вот базовая химия, и я не знаю, какую соду вы конкретно имеете в виду, потому что она бывает... Кальцинированная для алюминиевого завода. Есть кальцинированная, есть каустическая, да? Каустическая, да, для алюминиевого? Для производства. Вот здесь... Да, да. Кальцинированная, нет. Поэтому давайте там как бы разбираться, потому что если у нас один завод по кальцинированной соде, другой по каустической, это два разных продукта. Каустическая уже есть, по-моему, да. Тогда что кальцинированная? Кальцинированная для... Кальцинированная сода. Для чего используется кальцинированная сода? У нас очень много ее используют предприятия, которые производят стекло. Это достаточно такой хороший импортный продукт. Я не знаю конкретно, почему я знаю, потому что в Казауарде такой проект рассматривался, и в Жамбульской области, там я уже принимал участие в рассмотрении. Мы примерно оценивали необходимость. Емкость рынка Казахстана, текущая емкость рынка Казахстана, это порядка 500 тысяч тонн. Вот этого продукта. Но при этом есть уникальные вещи именно с кальцинированной содой. Как только у нас проявляется свое собственное производство, емкость рынка начинает расти, приведу пример. Это полипропилен. Вот у нас всегда говорили, что у нас там 50 тысяч тонн этого сейчас производства, они используют полипропилен на 50 тысяч тонн. Но в реальности потребность Казахстана, производственная, она составляет в несколько раз больше. И поэтому как только появляется собственное сырье, то, как правило, мы наращиваем производство. Поэтому здесь конкретно по этому заводу ничего не скажу, то, что у нас нет своего производства кальцинированной соды, и при этом у нас, значит, есть стекольных производств, несколько причем. То есть это вот в Шимкенте у нас есть Еврокристалл, например, который производит бутылку, из которой вы пьете Кока-Колу. Есть производство Уордоглаз, достаточно сложный проект, но сейчас он работает. Они используют кальцинированную соду, и, конечно же, она им нужна. Поэтому здесь не знаю, какие у нас заключения есть по конкретному Павлодару, я проверю. Но в целом я считаю, что базовая химия – суперважная индустрия для Казахстана. Именно базовая химия. А я прошу прощения про Казеларду. Вроде бы он в прошлом году должен был там уже быть запущен, а вы говорите, еще нет. Нет, я не знаю, откуда у вас... Ну, информация такая была, что в 2023 году. Нет, такой информации у нас не было. Этот проект рассматривается, и я так понимаю, что сейчас там работа ведется по проектно-сметной документации. В Таразе ситуация чуть быстрее, по-моему, уже там люди работают. Но у меня, опять же, там спрашивать, чтобы я знал идеально каждый проект детали, это, наверное, неправильно. Подробности пресс-службы вам предоставить. Подробности мы предоставим. Спасибо. 15 минут у нас осталось, 6 журналистов в очереди. Да, у нас нет пока такой информации. Да, я не знаю. Ну, в первую очередь, у правительства есть системная программа по развитию собственной генерации. То есть у нас сейчас есть временные трудности, связанные с покупкой электроэнергии за рубежа, на покрытие пиковых нагрузок. То есть, ну, вот уже коллеги задавали там вопрос там по цене. Да, эта электроэнергия, она дороже. Я уже говорил о том, что есть дифференциация по времени субботок. Но, тем не менее, мы должны понимать, что уже начатое строительство достаточно большого объема объектов генерации. То есть, это и смена часового пояса не повлияло. Вот я просто к этому иду, да. То есть, принципиально, это закрытие дефицита базовых нагрузок. Что касается смены часового пояса, был официальный комментарий КИГОКа. Незначительное увеличение произошло. Там меньше сотых долей процента от общего объема потребления. Да, да, увеличение. Да, да, рахмет. Киска сұрақ, Канат Мұрза, сіз жаңа баяндамаңыз айттыңыз. Самсунг келес сөзі жүргіз жатырды. Бұл не жоба? Олары нестегел жатыр ошақты? Айян, сұраңызған рахмет. Казыртанда бізде электроникалық техникін завод бар. Оның толықтай қуатты оға. Бірде бір миллион бірліктің саны. Осыған байланысты, Казыртанда, осы заводтың қуатты оға жартысын пайданаламыз. Узымның оңдырысы бар. Бірақ Самсунгтың жоспары бойынша, олардың ұстанымның осындай, түрт мүн олардың өзінің продукция осы заводқа шығару үшін олар жоспарланып жатыр. Бірақ, нәтижесінде осы жұмыстық қашанайық тавамыз алы белгісіз, бірақ Самсунгтың қызық ұшылығы бар. Сол, мұна осы біздің Қазақстанның заводта Самсунгтың техникіна ұндар етін бұл амыз. Егер біздің жоспары сұрындалса. Нақты қандай техникалар? Нақты ең алдымен теледар бар. Одан кейін басқа техникінің стиральный машинка бар. Қазір тұрмыстық техник әдесе жүр. Тұрмыстық техник әдесе жүр. Ол біздің тарапынан жоқ-жоқ-жоқ-жоқ-жоқ. Қазір тұрмыстың біздің ұзымның нормативінің правы акты ұзгеріңіз қажет. Соғы ұлардың келі үшін. Осы ұзгерістер қазір жүргізуде. Одан кейін Самсунг ұзы нақты шешім қабылдайды. Жанар Свердалина, Бест Ньюс. Кәска, ну ска. Аннат Басимаевич, у меня вопросы для вас. Очень много вопросов по автомобильной сфере, по автопрому нашему. Скажите, пожалуйста, сколько автомобилей, которые собираются в Казахстане, есть в вашем министерском парке? Почему вы нас не приглашаете на тест-драйв? Среди нас много водителей. Мы бы оценили, посмотрели бы, что представляют эти модели, которые собирают у нас здесь, в Казахстане. Я, честно говоря, машины мы сами себе не выбираем, нам их предоставляют. Но одно время я ездил на Эвантре, которая была собрана здесь, в Казахстане. Була рабочая машина у меня. Был достаточно доволен. Но смысл не в этом. Линейка достаточно большая, и автомобили разные. Поэтому я вообще, честно говоря, предлагаю вам просто договориться с заводом-производителем. Вы можете помочь это организовать. Съездите и, пожалуйста, посмотрите. Вот последнее, то, что мы делали, это новая модель Chevrolet Onyx. Очень популярная машина. Кстати, кто не знает, кто тоже не сильно верит в будущее автопрома в Казахстане, я хотел один факт вам сказать. Есть такая компания General Motors. Я не знаю, знаете вы или нет. Вот General Motors открывала линию по сборке, роботизированную линию по сборке Chevrolet Onyx в Кустанай. Там 30 тысяч машин в год собирается. Вот ее мощность такая. И там роботы стоят, которые делают сварку. И приехал вице-президент GM-овский. Мы с ним, конечно, встречались. Так вот они сказали, что Казахстан является для них по продажам седьмым рынком. Потому что вот эти вот их машины, типа Кобальта или Onyx, они, ну, их достаточно много продают по всем странам, но в Казахстане тоже достаточно популярная машина. То есть вот и GM с удовольствием приехал, посмотрел на то, как мы производим. И там был настоящий производитель, он производственник. Сложно стать вице-президентом GM, если вы не производственник. Вот он достаточно высоко оценил ту работу, которую мы вели именно по мелкоузловой сборке. Вот когда вот детали машины можно в этот стол уместить, а потом ее надо собирать. Надеюсь, я как автолюбитель позволю себе заметить, что лады, жигули, нивы, которые еще во времена СССР выпускали, они бегают до сих пор. Дай бог, чтобы вот то, что у нас сейчас в Казахстане собирается, оно лет 20-30 тоже выдержало нашего бездорожья, нашего не всегда качественного топлива и так далее, тому подобное. А что касается того, что машины вы не выбираем, но вы же министр, вы курируете отрасль, у вас по умолчанию должно быть в автопарке автомобили казахстанской спорки. Мы очень давно уже не выбираем. А на чем вы сейчас ездите? Машины предоставляются управлением девами президента, я езжу на Киа. Вот все. Я совершенно этого не стесняюсь. И вопрос чуть в другом, что мы уже очень давно, это уже многолетняя практика, члены правительства себе машины не выбирают. И я вам расскажу случай, когда у меня в Батереке работал, у меня действительно был большой Мерседес, я его поменял и ездил на Элантре. Просто извините, у вас даже в пятницу были парламентские слушания, как говорится, мы ничего не видели, ни витрин, ни выставки, ничего, а вы рассказывали важных вещей. Вы знаете, я считаю, что все-таки Сенат-парламент это не то место, где устраивать выставки. Но я вам настоятельно рекомендую, но устраивают же пресс-туры регулярно. И вы тоже многие из вас были или не были ни разу. Давайте устроим. Я поручу при службе нашей, давайте съездим, посмотрим. На казахстанских машинах до Кустаная попробуем доехать. Канад Бесимович, еще один вопрос. В октябре 2023 года говорилось о планах Шкоды начать производство здесь, в Казахстане, и все, тишина. Какие сейчас результаты, какие сейчас планы? Ну, пока работаем с тем, что нет Шкоды, есть General Motors. Понятно, хорошо, спасибо. 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 Канад Бесимбайлы. Спасибо. 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 . Спасибо. . 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 Қ. . Қ. . Қ. . . И если коллеги, время нашего брифинга завершено. Я предупрежала несколько раз о регламенте. К сожалению, не все смогли задать вопросы. Всего доброго.